Когда люди жалуются на то, что от государства не добиться помощи, что коммунальщики обманывают, медики не лечат, а полиция не защищает, они, по всей видимости, просто не знают о существовании Центров защиты прав граждан Справедливой России. Федеральный информационно-аналитический Центр защиты прав граждан сегодня открылся в Москве. Всего же по России таких островов справедливости 77 в 73 регионах. С 2015 года около полутора миллионов россиян уже получили реальную помощь. Открыл и осмотрел новый центр Сергей Миронов. У нас за этот год уже 84 тысячи обращений в наши центры. 84 тысячи обращений. Каждая девушка, каждый юрист курирует 25 центров. Это достаточно напряженная работа. Если решение проблемы, с которой граждане обращаются к нам, еще не изложено в наших инструкциях, то в данном случае такую информацию производится в юридический отдел, который готовит необходимое разъяснение и соответствующую пошаговую инструкцию для решения сложного вопроса. Если прецедента не было, какая-то абсолютно новая ситуация, вы ее все отрабатываете и потом новая инструкция? Обязательно. Помимо анализа обращений, разработки алгоритмов, как именно защищать права граждан, здесь обучают сотрудников региональных приемных СР. На открытии Сергей Миронов смог лично ответить на вопросы россиян в рамках запуска онлайн-проекта «Взять дом под контроль». Регулярно на нашем подъезде завершивают список должников нашего дома. И в прессе недавно буквально появилась информация о том, что должники коммуналки будут за соседа, будут платить все собственники дома. Конечно, этот вопрос нужно решать по-другому, по справедливости, не за счет жильцов всех остальных в подъезде и в доме. И вот как раз в том числе и на нашем вебинаре, я думаю, если еще не было, то здесь расскажут, как с этим бороться и как достигать того, чтобы все платили должное по справедливости. Чтобы облегчить людям, попавшим в неоднозначную ситуацию, путь к справедливости, ЦЗПГ опубликовала на сайте справедливо.центр подробные инструкции и кейсы, сформированные на реальных историях из опыта работы центров. К тому же дважды в месяц выходит газета «Домовой совет». Здесь работают профессиональные журналисты-редакторы, которые находятся в постоянном взаимодействии с Центром защиты прав граждан. И что самое немаловажное, конкретно с теми людьми, которые пришли за защитой и помощью. Чем отличаются наши Центры защиты прав граждан и вот этот головной офис от обычных приемных депутатов? Дело в том, что многие депутаты ведут прием и тоже оказывают необходимую помощь, но только у нас человек может, придя за конкретной помощью по одному вопросу, получить, увидеть, что оказывается здесь можно решить проблемы в самых разных сферах. И сфере образования, и здравоохранения, и ЖКХ, и трудовых отношений. И еще самая главная особенность – мы людей учим. Учим знать законы и уметь защищать свои права. «Справедливая Россия» – партия, которая и протягивает руку помощи, и помогает. Консультацию по любому насущному вопросу можно получить абсолютно бесплатно в любом из Центров защиты прав граждан. Адреса всех ЦЗПГ можно найти на сайте справедливо.центр.